Конечно, когда говоришь о современном искусстве и о тех прекрасных работах, которые продемонстрированы здесь, в этом прекрасном центре, нет работ, которые могли бы не понравиться. Есть действительно все прекрасные работы, каждый в них, пришедший как профессионал, так и нет, видит что-то свое, что-то из своей жизни, что-то из своих впечатлений, умозаключений, опыта. Но лично для меня действительно две работы, которые привлекли пристальное внимание, и я действительно каждый раз, когда прихожу сюда, я останавливаюсь рядом с ними, чтобы много действительно посмотреть и посмотреть более подробно, потому что долгое время я жил в Париже, учился и имел честь посещать, действительно жил рядом с Лувром и посещал действительно много музеев, а некоторые буквально практически каждые 10 дней или каждые 2 недели. Почему я это говорю? Потому что каждая картина, так же, как и произведение, то есть через какое-то промежуток времени, когда ты на них смотришь, ты видишь в них что-то новое. Ты видишь действительно или, может быть, картина та же самая, но, наверное, меняется сам человек, поэтому, естественно, он мудреет. Философский корень с его рождения, как говорится, идет все глубже и глубже. И тотальное, как говорится, овладевание той или иной информации позволяет тому или иному индивидууму, смотря на одну и ту же, действительно, картину и произведение искусства, видеть там все больше и больше нового и все больше и больше информации. Так вот, говоря об этих двух замечательных картинах, прежде всего, это та картина, которую каждый смотрит, на каждого из нас, который входит в этот замечательный центр, прежде всего, это замечательная работа Аиды Махмудовой «Море». Вторая работа, которую вы все тоже видите, это работа Фаека Ахмеда, и она, значит, очень, она строилась с другой немножко стороны. И вот так очень интересно и запечатлен, как бы, ковер его, процесс его создания. Прежде всего, вот, море, чем оно, во-первых, это для каждого из нас очень, это, действительно, это дом, действительно, Каспийское море, для каждого из нас это, оно, значит, очень много. И, в общем-то, поэтому, то есть, а почему это правильно, что это дом, каждый раз, когда возвращаясь с каких-то концертов или гастролев, для меня очень важно, когда прилетаешь и над морем, над морем, и непосредственно перед посадкой, вот, огни родного города, естественно, ты понимаешь, что ты дома. Прежде всего, это осознание того, что ты дома, и ты рядом с морем, на котором находится твой замечательный родной город. То есть, с точки зрения музыканта, это тоже очень для меня, и, думаю, для каждого пианиста, очень интересная тема, потому что многие выдающиеся композиторы написали свои произведения под воздействием прекрасных впечатлений от моря, и, неважно, это бурная, бушующая или же штиль, начиная от Рахманинова. Это и в творчестве французских композиторов, и многих других. У нас композиторы тоже очень, достаточно многие создавали свои прекрасные сочинения под влиянием впечатлений от Каспийского моря. Поэтому здесь действительно очень многое в самой природе каждого из нас и в самой природе музыки, потому что музыка, искусство, они очень близко друг к другу. И, прежде всего, надо сказать, что такое замечательное направление в музыке, как импрессионизм, оно как раз было создано под впечатлением от замечательных картин. Все вы, наверное, знаете, и однозначно знаете об импрессионизме, о величайших французских художниках. Это ведь необычайный вклад в импрессионизм начался как раз оттуда, после 1860 года. И, если я забегаю вперед, можно сказать, что это, если не ошибаюсь, один француз, значит, само название импрессионизм, которое означает, все вы знаете, впечатление, он дал этот термин в своей статье по гениальной работе гениального французского художника Моне. И, как бы, очень многие в дальнейшем, как бы, ну, это родилось как течение, оно... То есть сейчас это гениальное полотно, а тогда это были люди, которые делали первые шаги в новом видении для себя искусства, и вообще они дали миру новый вид искусства. И вот композиторы, многие, те же, тот же самый Дубюси, Равель, очень многие композиторы-импрессионисты, без которых сейчас невозможно представить себе мировую музыкальную литературу, они тоже, как бы, очарованы, и... То есть этим всем творчеством, новым видом, они то же самое перевели, как бы, на язык музыки. И мы получили очень многие те произведения, которые сейчас не просто все их знают, а действительно это те шедевры. Ну, они все знают произведения «Девушка с волосами цвета льна», и, ну, я это говорю, общепризненные, конечно же, произведения. То есть, как бы, все это говорит о том, насколько близко как искусство, так и живопись. Та работа, которая, работа Фаяка Ахмеда, она меня, прежде всего, очень привлекла к своей нестандартности. Безусловно, это изображен азбаджанский ковер. Это азбаджанский ковер один из самых удающихся, как бы, в мире. То есть он внос огромный вклад в мировое ковер от качества. И для меня это все очень интересно еще и тем, что, играя очень многие произведения азбаджанских авторов, где национальная тема как у наших композиторов, так и у наших художников, она очень явно, то есть очень такой путеводной нитью идет в их творчестве. Поэтому, вот, например, есть такие гениальные произведения, как «12 миниатюр Амирова» или же произведение «Мустафа Заде». То есть сразу вот при просмотре этой картины у меня ассоциация с теми азбаджанскими произведениями, которые, или же иногда и баллады гаджиевые, теми произведениями, которые я исполняю за рубежом. Поэтому я думаю, что, вот, если можно сказать, в кратком описании, как бы мои, действительно, впечатления от замечательных картин и от того, что я, как бы... Кстати говоря, те картины, которые они... То есть я был очень рад как азбаджанец, видя нас, какой огромная популярность и какой огромный интерес эти картины вызывали за рубежом, потому что в нескольких странах за рубежом я был на выставках, и действительно, как азбаджанец я был очень горд, и сейчас, как бы, очень рад об этом сказать. Если какие-то, можно было бы, допустим, сказать вопросы, я думаю, было бы мне легче, возможно, если есть какие-то вопросы, было бы легче продолжать сегодняшнее веселье. Прежде всего, я начал вспомнить свой концерт, значит, в 2006 году в театре «Юнс», он так и назывался «Импрессионизм». Это, значит, сама по себе идея абсолютно замечательная, потому что в том концерте, то есть это как раз говоря о визуализации, то есть была показана ретроспектива французской композиторской школы, начиная от Ромо и Куперена, заканчивая Пуленком, а это фактически около где-то, ну, порядка 200, может, и больше лет. И тогда, что действительно было у меня впервые, как у музыканта, как у пианиста, и до сих пор надо сказать, что это один из самых для меня вот как бы запоминающихся концертов в моей творческой жизни. И одном из главных, что я вспомнил, что ваши вопросы, значит, слева были те картины, значит, одноименные произведения которых я исполнял на сцене. Допустим, та же самая «Девушка волосатого цвета льна», и на каждое произведение, будь то Ромо, Куперен, Равель, Дебюсси или Пуленк, выставлялись разные картины. И действительно, несмотря на то, что я до этого играл на двух конкурсах во Франции, и получил определенные призы, но тех впечатлений, конечно же, у меня не было, потому что одно дело, ты играешь, и у тебя какая-то визуализация того образа, который ты видишь при той или иной картине, другое дело, ты действительно играешь виз и, в общем-то, видя эти картины прямо на сцене. Поэтому визуализация каждого образа, она неразрывно связана с визуализацией того образа, который рисует тот или иной художник. Если это море, и это море Рахмайнова, естественно, оно очень соперекасается, то есть оно сопереживается вместе одним образом, особенно если ты азербайджанец, то это для тебя все как бы очень родное. Если остальные произведения, кстати, море, это, естественно, и Рахмайнов, это и Дебюсси, это и у нас есть произведение моря Фархада Бодолбейли, действительно, кстати, оно тоже очень интересно, начальные и, значит, и кода, это когда слушаешь это произведение, сразу вспоминаешь о том, что действительно это море. То есть как бы визуализация таких образов сильных, она, я думаю, безусловно, у каждого музыканта своя, но в основном они как бы похожи. И просто, если говорить о Караеве, это настолько гениальная личность, что его, что я говорю, то есть начиная от, достаточно сказать о том, что это один из родоначальников композиторской школы, и это тот человек, который оставил огромное количество тех композиторов, которые сейчас в мире уже имеют мировое имя, и мы очень горды, естественно, что они есть, и гордимся, то есть учениками Караевы, которые уже сами, ну, естественно, это и Ариф Меликов, и Франгиз Алязадеев, Арач Караев и много-много других, так что список можно очень долго продолжать. Так вот, если говоря об учениках, я записывал недавно 24 прелюдзи и санату для скидки с фортепиано, и вот скрипач был, гениальный российский скрипач Вадим Репин, и вот он как раз говорил о том, что у него супруга, замечательная балерина Захарова, и вот его, до этого она замечательно, значит, построила образ балета «Легенда о любви» Караева, и вот он, как бы, для него это было очень важно, потому что он говорит, я познакомился, прежде всего, как с Караевым, как с педагогом, а потом уже как скрипач, то есть, как бы, для него вот эта нить, как бы, Караев и его ученики была очень интересна с точки зрения воздействия как произведения Караева, так и балета его ученика. Не, конечно, конкретно под Караеву, допустим, а под некоторую музыку, потому что разная музыка может, естественно, сата, бахлузаде, да, ехать. Да, действительно, но не только, потому что в 24 прелюдзи там есть и национальные, очень достаточно много... Какой? Да, то есть... У меня первое, что пришло, это сата, бахлузаде, хотя это он, римбамбеков, я думаю, тоже очень хорошо. Ну и не только, очень многие, опять-таки, он был азербайджанцем, и действительно, все это творчество, так же, как и, допустим, римбамбеков и сата, бахлузаде, поэтому оно все неразрывно связано друг с другом. Поэтому у каждого своя ассоциация при прослушивании, допустим, Караеву. Тот или иной образ, под воздействием которого исполнитель исполняет и пытается как бы донести тот образ композитора, который он был заключен в произведении, прежде всего, это, наверное, исполнитель должен обращаться к авторскому тексту, прежде всего, и стараться увидеть то, что хотел сказать композитор сам. Главное, в этом деле у любого музыканта, неважно, это пианист, дирижер, или же там иногда бывает композитор, который исполняет произведения других авторов, это, вы знаете, у Рахманинова, например, очень явно было, он так гениально исполняет Шопена, что не каждый шопенист может так как бы исполнить. И в данном случае, знаете, здесь стоит две, есть гениальные авторы, есть гениальные исполнители. И гениальный исполнитель, он прежде всего не должен, здесь есть кое-какая граница, допустим, прежде всего, надо показать, какой бы он ни был гениальный исполнитель, он должен показать гений автора. То есть, бережному отношению к авторскому тексту. Сафраницкий в таком случае говорил, что в нотах есть все и ничего. И учитывая то, что раньше был уртекст практически без никаких обозначений, а потом это все под эволюцией написания разных произведений, начали, естественно, немецкие редакции, итальянские редакции, английские и все остальное, естественно, стали добавляться некоторые термины, чтобы помочь, то есть развивалась, естественно, не только музыка, развивался и рояль. Он был в начале от размеров, сейчас, естественно, это колоссальные стенвеи, которые поражают своей мощью. И я думаю, этот аспект вопроса надо рассматривать в глобальном смысле этого слова, с точки зрения тех возможностей огромных инструментальных, которые есть сейчас, те произведения, которые пишут именно для сейчас, для нынешних инструментов, и только что было раньше. И вот эта вот эволюция, она, естественно, действовала и на музыкантов ввиду того, что они представляли, потому что если ты играешь просто на клавесине концерт Баха или же других композиторов, которые писали для этого инструмента, это одна задача. Когда ты исполняешь того же самого Баха, но на рояле современного года выпуска, естественно, это и мощь совершенно другая, и, то есть, в любом случае, и замыслы того же самого Баха, они преломляются в свете тех возможностей, которые дают для нас сейчас возможности инструмента. И это, если мы говорим о конкретном тексте. Второй аспект, это уже, естественно, талант исполнителя, как он чувствует. То есть, насколько развита у него просто-напросто интуиция. Есть некоторые вещи, которые невозможно не учиться. Это так же, как человек либо боится сцены, или не боится сцены. Либо он живет на сцене, или же он идет на сцену только для того, чтобы донести то, что он готовил несколько месяцев там и как бы лет. То есть, то же самое, если он чувствует композитора, естественно, это и школа, где он учился, как он учился, у кого он учился. Это огромный, как должен быть, запас не только информации, но и, то есть, человек для того, чтобы играть, он должен постоянно развиваться, каждый день. То есть, это не только, допустим, те какие-то определенные урывки знаний, к которым мы будем компьютер, это не только книги. Это вообще, это то же самое, допустим, вот я, например, мне было очень... То, что я увидел, допустим, от картин французских, будучи вот в таких тех же музеях, которых наверняка многие из вас были, как Дорсей или же Лувр, то, что ты получаешь от картины, и это невозможно, можно передать словами. Это, допустим, я этого не получал у французских профессоров. Но когда потом, после определенных нескольких месяцев, ты уже все это сфокусируешь, ту информацию, то есть, это, возможно, даже это описать даже трудно, то есть, это через увиденное обрабатывается, допустим, человеческим сознанием, пропускается через сердце, и опять-таки, уже человеческое сознание, мозг, он дает конкретные указания и, я думаю, руководство к действию, конкретно к пальцам, потому что то, что человек пальцем, это все то, что прерывается в его сердце и регулируется его конкретно интеллектом, мозгом, но, безусловно, интеллектом, который постоянно должен подпитываться. И вот, если та музыка, как вы говорите, или тот образ, который, допустим, либо, если я правильно понял, либо ослабевает, либо он как бы прекращает, это вы хотите сказать, что должно встать на... Ну, вот здесь, я думаю, и встает вопрос о интеллекте, прожитых годах. Безусловно, это степень осознания тех, к сожалению, потерь, которые бывают у человека, как чисто человеческих, как и чистых жизненных, у каждого это разное, и вот тот опыт, которым он обогащается в течение того или иного периода, и то, что он хочет сказать, и потому что любой исполнитель, который вы, то же самое вы, когда вы ходите, неважно, это экзамен или же какой-то концерт, вы хотите что-то, и просто хотите показать, в данном случае, вокалом или же любым другим инструментом то, что вы не можете сказать, потому что те чувства, которые испытывают музыканты и не музыканты после прослушивания, допустим, величайших исполнителей или же при просмотре величайших произведений, потом многие даже затрудняются ответить конкретно, что их... они могут сказать конкретно, но это будут только фразы, а те чувства, которые они действительно через себя пропускают, их не всегда легко, конечно же, о них рассказать, и получается именно то, что, допустим, ну, в некоторых музыкантах, некоторых природа, некоторые, допустим, как Шопена, та ситуация, которая была в Польше, под воздействием которых он написал, или же Рахмайнова, допустим, ту разлуку с родиной, тот трагизм, который, как бы, был во всех его творчестве, то есть, как бы, это очень много факторов, как и чисто личные, авторские, и, кстати говоря, одно и то же произведение, естественно, каждый музыкант, он играет на каждом этапе по-разному, потому что нельзя играть одно и то же произведение, там, допустим, там, грубо говоря, 10 лет назад и сейчас одинаково, это невозможно, потому что интеллект развивается, человек меняется, меняется его, как бы, фокус восприятия того, что он видит, и этот фокус восприятия, он не может не преломляться через призму того, что он за эти 10 лет сделал, поэтому то, что вот вы очень хороший, кстати, вопрос задали, и, наверное, тот ответ, как каждый из музыкантов, если он находит определенный ответ на этот вопрос и будет говорить о том, запоминающийся ли он музыкант или же нет, потому что на конкурсах, например, играет огромное количество музыкантов, ну, например, и сейчас, и я вспоминаю наш конкурс, это около 150, допустим, пианистов или даже больше, и каждый выходит, играет на одном и том же рояле, рояль один и тот же, исполнители разные, рояль у всех звучит по-разному, и из 150 человек, допустим, шестеро становятся, там, лауреатами, шестеро дипломантами, трое дипломантами или трое лауреатами, но проходит несколько месяцев, и иногда бывает так, что люди не всегда помнят лауреатов, а иногда выходят такие исполнители, которые не заняли никакого места, но вот тот именно закалка, тот именно уровень интеллекта, тот его, я бы сказал, информационный образ, его код пианистический, если у него есть, сформировался жизненно, информационно, музыкально-исполнительский код, вот этот код и дает возможность ему быть очень интересным, и тогда ему нет необходимости, я думаю, даже думать о том, что его воздвигает на воспитание того или иного образа, муза или что-то другое, факт то, что он выработал под воздействием всех этих факторов свой код, который дает ему возможность сделать то, и что не сделали те, которые поднялись, допустим, на какое-то определенное место, то есть ему удалось сделать музыкально и философски то, что не удалось другим, то есть я косвенно хочу подвести к тому, что это очень важная действительно сторона вопроса, и как, хотя безусловно, это и есть талант, и если нет того, что мы называем талант, если нет этих всех интеллектуальных дарований, если нет, безусловно, трудолюбия, которое может все это воплотить, все эти факторы в какую-то определенную, ну, по полочкам, в какие-то пробирки, то из которых он и делает вот это вот, то зелье, которое и можно назвать потом вот этим вот кодом, и если вот ему это удается, то ему уже нет необходимости думать на сцене, к какому образу, допустим, прийти, к образу педагога, который где-то навязал, если нет, что-то у исполнителя, к образу, допустим, при просмотре замечательных картин, к образу, который идет от опыта жизни, или к образу интеллекта. Все это уже, я думаю, не столь важно. Важно то, что человек нашел себя в этом действительно очень большом океане интеллектуальных мыслей, чувств, и я почему говорю, как некоторых приобретений, или же, как говорится, потерь, успехов, или же не всегда, конечно же, успехов, потому что нельзя сказать, что все выступления, они заканчиваются так, как мы этого хотим. Естественно, мы, когда идем на сцену, мы, безусловно, ходим одно, и если человек после концерта говорит, да, я все сделал, я думаю, можно распрощаться с тем, что человек может называться исполнителем, потому что такой гениальный пианист, как Рихтер, значит, он занимался практически все свое время, часов, я не знаю, 10, 15, 12 уже, как говорил Нейгаус, он занимался постоянно, когда они жили в Одессе. И, как бы, когда говорить, если вот о Рихтере, после некоторых концертов он вообще не думал и не мыслил, он просто шел дальше заниматься, потому что он сказал, что пара нот мне удалась, но есть очень многое того, что придется, как говорится, доделать. И поэтому на свете появился такой гений, как Рихтер, допустим, или ни один гениальный музыкант, он не будет доволен даже, я думаю, не знаю, мне кажется, даже наполовину, потому что каждый концерт – это прожитая жизнь. Эта прожитая жизнь – это прожитые месяцы. И, как бы, если говоря об одном концерте профессионального пианиста, мы играем час, полтора или же два, но готовимся и, как бы, как правильнее это сказать, не то, что готовимся, а действительно это живем этими двумя часами гораздо задолго. То есть гораздо за, допустим, тот концерт, который я должен буду сыграть, допустим, в апреле, или же сейчас я уже знаю, будет в декабре. И о каждом концерте думаю уже сейчас, как и ту сцену, на которой я буду играть, и что буду играть, и, естественно, вопрос, как то, что ты ежедневно, то есть все мы учимся, и то, что ты учишься, как правильнее бы донести. Мне кажется, очень трудно любому нормальному, допустим, ребенку, мальчику объяснить, что вот он в пять лет или в шесть лет или в семь лет, я говорю о себе, что он будет там, допустим, музыкантом. Никогда в жизни я об этом, например, в детстве не думал. Почему? Потому что, когда, ну, многие музыканты, естественно, они знают, что одно дело, ты играешь какое-то произведение, другое дело, сколько ты должен к нему идти. И до первого концерта должны пройти годы, а у некоторых иногда бывает, и там, ну, не всегда год, может, это десятилетие. И какому мальчику можно, например, спокойно сказать, что другие, допустим, играют в футбол и баскетбол, что я очень любил до недавнего времени, как говорится. Не надо заниматься, надо, в смысле, не надо выбегать, допустим, с ними играть, надо заниматься там по пять, по шесть часов. Поэтому говорить о детстве, конечно, очень трудно. Просто существует, если говорить обо мне, то были, ну, как мне говорили, были какие-то определенные задатки, которые видели многие музыканты, родственники. И посоветовали заняться музыкой. Я был нормальным ребенком-мальчиком, я очень любил спорт. И, естественно, вот этот вот момент, то, что ты не можешь идти, обычно много времени уделять какому-то тому, что ты любишь, потому что музыка, это прежде всего за тот же самый спорт, это тоже физиологический процесс. И, то есть, ты должен заниматься определенное количество времени. Кстати говоря, очень многие гениальные в мире, кстати говоря, то же самое Поганине. Например, его, как известно из книги, его, не знаю, это было так или нет, но, по крайней мере, так говорят, его чуть ли не даже запирали в комнате, чтобы он играл упражнения, допустим, его отец. То есть, это есть... Да, или в подвале, я просто не хотел говорить, допустим, так-так темно, а этим самым поправим. Но действительно, и потом он вспоминал, когда был гениальный фильм, кстати говоря, возможно, вы смотрели, про Поганине, советский фильм, и играет его, озвучивает его гениальный скрипатель, Леонид Коган. И вот там потом, он, кстати, говорил, что он очень благодарен был отцу за то, что вот этот период, когда вот надо... Отец его удержал, как бы, то есть он дал все для того, чтобы тот необходимый багаж, который был ему уже необходим потом. Но если говорить, как бы, о... как бы, таком начинающем и скромном музыканте, как я, то у меня этот процесс пришел, допустим, после 8 класса, когда я первый раз сыграл симфоническими камерными оркестрами. Вот. До этого, возможно, я ничего и не понимал. Зачем я это вот каждый день прихожу, и зачем мне вот такая... Такая вот, как бы я... Ну, я думаю, все музыканты меня поймут. Но, допустим, даже если после экзаменов мы думали о том, Господи, побыстрее, хорошо бы сдать экзамен. То есть важна была оценка, к сожалению. Вот любой экзамен, он... Это оценка. Это давление оценки над тем, что... То есть, что ты хочешь, показать. То есть это... А вот если ты... У меня, по крайней мере, вот там было действительно, то есть педагог ставил определенные задачи, и ты думал о том, как правильнее донести тут или иной действительно образ, как педагог нам это говорил. Но, естественно, то, что говорит педагог в детстве, это потом формируется через систему мысли и чувств самого человека. И вот тогда я думал о том, что действительно правильнее донести искомый образ, то, что мне преподавали, то есть то, что мне говорили. Но после концерта уже непосредственно в консерватории с оркестром, с камерным или же, допустим, симфоническом филармонии, вот на следующий день я, можно сказать, сам пришел сел заниматься. С удовольствием. Почему? Потому что вот тогда я все-таки наконец понял, что такое, что от меня хотели, да, вот что я... И что я сам хотел. Я просто понял, что тот... Я вам скажу вот то же самое, что я с удовольствием вижу у вас сейчас, но сейчас я могу это выразить словами, а тогда я не мог это выразить словами, потому что я просто играл и не понимал. И вот когда после сцены я пришел домой, мне необычайно понравились вот те люди, которые пришли на концерт. Я понял, что для самого, для себя только, допустим, мне играть будет не так интересно. Но я увидел тот, если хотя бы, то есть, наверное, из 600 зрителей, которые были тогда на сцене, наверное, несколько человек были, которые, ну, были не очень, как по крайней мере, недовольны. И вот то, что несколько человек были не очень недовольны, вот и дало мне возможность вот дальше, действительно, идти в том же направлении. И если раньше у меня не было вопроса, правильно я делаю или нет, я просто хотел понять, что я делаю и для чего. И вот после выхода на сцену я, наконец, понял, для чего я это, как говорится, хочу делать. Потому что в этот день я понял, что я действительно это хочу делать. Не только потому, что, допустим, мне говорили это близкие, родные или же там педагог, а я понял, что я действительно от души хочу, не то, что хочу, я сказал, и тогда, наверное, это началось, какое-то осознание, но потом, недавно, я через многие годы, я уже понял, что есть одно то, что ты хочешь делать, а другое дело ты не можешь не делать. И вот действительно в последнее время особенно, вот, естественно, то есть нас, если мы восьмой класс или же там второй класс, нельзя сравнить сейчас, когда, допустим, каждый из многих из нас, допустим, преподает и пытается перенести свой, допустим, прожитый и нажитый опыт своим там ученикам, детям или всем остальным, да, то есть, естественно, это две разные субстанции. Вот недавно, вот я все-таки наконец стал понимать, что мне действительно не делать и не играть, естественно, это невозможно. Так что, я так думаю, что в плане выражения своей мысли или какой-то своей творческой, если она есть индивидуальность, мне кажется, что выбор был сделан, мне кажется, правильно. Не в плане того, что я делаю, а в плане того, что я не смог бы не делать. Перед конкурсами, если брать конкретные испытания, чисто вот, конкурсные, то, наверное, было, как у любого другого конкурсанта. Естественно, прежде чем ты... Знаете как, мне вот... Я понял одну вещь, что важно, если вдруг вам придется идти на батуте, если вы будете думать о том, правильно вы делаете или нет, я думаю, есть какая-то вероятность не дойти до этого самого. Почему? Потому что, если смотришь вниз, естественно, ты не дойдешь. Важно, вот самое главное, не задумываться над тем, что тебя может отвести от какой-то поставленной цели. Если поставленная цель это конкретно конкурс, это одно, но если поставленная цель это правильно доносить то, что ты не можешь не доносить, допустим, ту информацию или то впечатление людям, которые приходят на концерт, это совсем другое. Так вот, если видишь перед собой конкурс, то на конкурсе все и заканчивается. Если ты видишь перед собой действительно тот потенциал, который ты просто не можешь, ты должен обязательно это как бы постараться передать кому-то, а люди, соответственно, уже будут, наверное, выносить свой вердикт, хорошо это или плохо, понравилось или не понравилось, нужно это или не нужно. Вот самое главное, если ты видишь общую картину того, что это, такой вопрос не стоит. Но если конкретно о каком-то конкурсе, то на конкурсе все может закончиться и, естественно, не будет вопроса о том, что быть музыкантом или не быть. То есть это состояние души, это невозможно, допустим, одним конкурсом или вторым, причем потому что у меня был не один конкурс, у меня было несколько. И, честно говоря, вопрос о конкурсе я закрыл после того, как уже возрастной ценз прошел. То есть я хочу сказать, что это конкурс не ради конкурса, а ради того, что действительно почувствовать себя в той атмосфере, при которой многие твои товарищи и друзья играют на том же инструменте, играют в многие те же самые произведения, но результат иногда бывает разный. И вот как я уже говорил, допустим, вот вам по поводу, допустим, страха перед тем, что правильно или же неправильно, там, дойдешь до конкурса или нет, скорее всего, рождает не конкурс, а те качества, которые воспитываются в конкурсе. Те качества, потому что главное, наверное, не победа и даже не места, а главное, это та индивидуальность, которую ты благодаря каким-то качествам конкурсом, чисто спортивным, себе, то есть это тебя просто закаляет. А смотреть то, что вообще в чем-то еще, как говорится, возможно, не разбирался. И сейчас то же самое. Есть определенные произведения, есть определенные как бы композиторы, которых невозможно играть, ну, можно играть чисто технически, но невозможно играть, поняв и прочувствовав. такие как... И короля лира, это если говорить об актерской, но я думаю, ближе, сейчас я буду говорить, я бы хотел сказать о третьем концерте Рахмайнова, например, да, вот я почему-то так скажу, я его сыграл в 21 год с оркестром, после этого я его еще не играл, хочу вот все время сыграть вот в следующем году, надеюсь, что сыграю. Но почему я говорю, что это не всегда правильно, потому что есть произведения, которые ты обязательно должен играть, имея определенный богат, жизненный. И, как бы, знаете, был один такой гениальный пианист, Яков Зак, в Москве, в Советском Союзе, и он всегда говорил, что все в конечном итоге определяет количество прочитанных книг. Так вот, это количество и качество прочитанных книг и говорит, скорее всего, о том, вот о том вопросе, который, как бы, ты сказали, то есть останавливаться это на том этапе, на котором ты уже остановился, или ты что-то хочешь все время, вот когда ты хочешь все время что-то узнавать, это так же, как новая книга. То есть ты не можешь прочесть какой-то определенный, допустим, трехтонник, там, или полное собрание сочинений Тургенева, и не захотеть, не захотеть, допустим, посмотреть, прочитать там Шагреневую кожу, или, допустим, Эмиля Заляма, Пассана, Анареда Бальзака, или там совершенно другую ипостась, допустим, восточную литературу, или же гениальных наших, прочитать, допустим, наших поэтов, там, если говорить о Низамии, ну, очень многие, то есть, это совершенно разные планеты, это гении, и то есть ты постоянно хочешь что-то узнать, постоянно хочешь что-то читать, и то же самое музыка, то есть ты не можешь, конечно, допустим, сегодня я это сыграл, все, завтра я уже не хочу, у тебя все время движет вопрос и желание что-то узнать, а мы музыканты большую часть узнаем через язык звуков, и под воздействием языка звуков, ты, естественно, испытываешь какое-то желание что-то прочесть, для того, чтобы тебе было легче и понятнее, потому что ноты это всего лишь знаки, важно то, что они несут, а несут, это так та же самая формула, говорят, что Моцарту, когда, значит, это все версии, не знаю, есть фильмы, это трудно об этом сказать, что правда или нет, но Моцарту последнее, одно из последних произведений было реквием, и вот когда, как говорили, что ему внесли какую-то формулу в одном фильме, я это, как говорится, просмотрел, была ли эта таблица Пифагора или что-то остальное, сейчас, наверное, сказать трудно, но по которой, допустим, он, или по двадцати, который он осознал свой гениальный, как, то есть, гениальное произведение, то есть, вот речь, мне кажется, идет все о том, что ты хочешь, допустим, узнать, и выбирают то или иное произведение, ты живешь им, и ты не можешь процесс этот остановить, скорее наоборот. Чем больше идешь, тем больше ты видишь, что много еще не пройдено. Поэтому, я думаю, мне кажется, так. Фанатизм. Любовь, это, безусловно, необходимо, но, мне кажется, еще фанатизм, потому что любить музыку можно прийти на концерт какого-то исполнителя или послушать какое-то, многие, как говорится, люди, не будучи музыкантов, они это слушают, и тем, в общем-то, некоторые довольствуются, некоторые вынуждены довольствуются как бы ассоциациями после прослушивания гениальных произведений, но когда ты что-то, допустим, играешь, это совершенно другое. Ты, опять-таки, это физиологический процесс, который идет годы, и, как Чайковский говорил, что невозможно все время писать во вдохновении, то есть иногда ты пишешь, а вдохновение приходит на тот или иной момент, но ты занимаешься этим причем, потому что ты не можешь не заниматься, как я уже сказал, и действительно, если не быть фанатичным, если в хорошем смысле не любить искусство, то есть, что такое фанатичное любить искусство, это жить в искусстве, это жить искусством, это жить, играя произведения, даже если, опять-таки, вот шел я смотреть, и я очень благодарен судьбе, что мне получилось в тот момент как бы смотреть на эти картины, но, опять-таки, это все идет для того, чтобы приходишь домой, и ты пытаешься выразить то или иное произведение теми или иными эмоциями, тем или иным, ну, как мне тогда казалось, наличием интеллекта, чтобы позволить ретроспектировать то, что ты увидел, и насколько, как бы, тебе это удалось сделать, настолько завтра ты видишь, что ты еще, то есть, как бы, то есть, мне кажется, это и есть фанатизм, когда ты не можешь не делать то, что ты делаешь. Поэтому, думаю, что это и любовь, и фанатизм, именно занятия, я хочу сказать, фанатизм, это в хорошем смысле этого слова, это именно в том плане, что ты, человек, отдает всего себя, искусство, всего себя, это и время, это и, как бы, и действительно, и любовь к искусству, и, ну, если вы обратитесь, наверняка, вы это все хорошо знаете, многие гении, они же, у них не все было, не всегда все было хорошо, допустим, в жизни, и не только все хорошо в жизни, а очень многое говорил о том, что ему, может быть, не надо заниматься, как говорится, искусством, может быть, надо пойти сделать что-то другое, как вы сказали, не было ли желания пойти сделать что-то, как говорится, другое, и нас, но тот именно, та любовь к искусству, то есть была настолько сильна, это и у живописцев, это и у музыкантов, это и у многих людей, которые вообще, честно говоря, если в широком смысле музыкального, занимаются тем делом, которым им нравится заниматься, которые они любят, и вот это, я думаю, такая же профессия, как и многие остальные, человек просто любит делать то, что он делает, и скорее не то, что он любит, а он не может не любить и не делать то, к чему он привык, это самовыражение своего, возможно, если есть я, это свои творческие мысли и, возможно, человеческая индивидуальность, то есть способ выразить то, что ты хочешь выразить. Вы слышали, наверное, Марту Аргерих, Марта Аргерих, вы не слушали этого. Вы, пожалуйста, если у вас сегодня будет или когда-то возможность в ближайшее время, вы просто послушайте эту гениальную исполнительницу. Мне кажется, если вот вы ее послушаете, я думаю, гендерный вопрос в этом отношении совершенно отпадет. Почему? Потому что она делает то, что очень мало какой, я не хочу говорить, но забываешь о том, что женщина за роялем. То есть, хотя несмотря на то, что я действительно очень, это уникальная исполнительница, это замечательно. Кстати говоря, очень красивая женщина, если говорить, допустим, об этой стороне вопроса, но в тот момент, когда она играет, об этом не думаешь. Почему? Как раз думаешь о том, что как вот эта вот хрупкая женщина в 70 с чем-то лет, недавно она играла концерты в 70 лет. Это она победила на конкурсе, она ловлят конкурса Шопена. И как бы один из великих дирижеров, я боюсь сейчас неправильно сказать кто, но я точно знаю, что он сказал, что когда создание захотело создать идеального пианиста, идеальную, понимаете, она создала Марту Аргерих. Вы послушайте то, что она, я бы сказал, сотворяет. А одна из книг, как я сказал, которая меня очень произвела огромное значение, это книга про Паганини. Это как раз был тот период, в котором я не мог понять, зачем нужно заниматься достаточно много. То есть трудно было ребенку заниматься только. Вот тогда я прочитал, сколько занимался Паганини. И естественно, тогда я начал не только Паганини, там были очень многие другие авторы, о которых читал. Но вот действительно, хотя он скрипач, эта книга произвела на меня действительно очень... Не только книга, кстати говоря, и фильм про него тоже. И, кстати говоря, не только этот потом. Был другой фильм, в котором тоже была скрипка, но это был другой, этот фильм был «Визит к Минотавру». Это тоже был потрясающий фильм. И, кстати, там одна из фраз, очень интересная, вы сказали это про книги, а вот вы смотрели фильм «Визит к Минотавру»? Если не смотрели, посмотрите, там будет вопрос о скрипках. И там говорил Амати, такой гений, как Амати. Это педагог Страдивари, Гварнери и многих остальных. И вот как-то он вызвал, значит, Страдивари, ты смотрел, да, по-моему, он вызвал... Да. Он вызвал, значит, Страдивари, а он оказался самым прилежным его учеником. Он до конца следовал за своим, как говорится, мэтром, автором. И, значит, как-то он вызвал Страдивари, и он сказал, что ты можешь уходить. Тот обиделся, говорит, как, маэстро, я только-только начал это самое. Он говорит, нет, ты, говорит, уже должен создать что-то свое. И, значит, и он говорит, знаешь, я, говорит, он говорил, он прожил долгую жизнь, и он говорил о себе, что мне уже там 80-е сколько-то лет. Недавно, говорит, я хотел вспомнить лицо своей матери, и он говорит, я, говорит, не смог. Но, это он говорит, как бы, да, он говорит, но зато все скрипки, а их там больше сколько-то, я не знаю, ста или сколько-то, он говорит, я помню все до единого. То есть, как бы, есть некоторые фразы, которые человеку так запоминаются, и каждая фраза составляла, меня хочешь, не хочешь, действительно пойти и действительно что-то сыграть. То есть, это не только скрипка, это действительно и рояль, это и, ну, не хочется сейчас говорить о всех книгах, которых прочитал или же прочту, но, по крайней мере, это и Рихтер, это, безусловно, это та же самая Марта Агерих, и Гленн Гульт, и Рахманинов, и Горовиц, то есть, очень-очень много, постоянно, постоянно это те книги, которые, я, честно, даже вам скажу больше, я постоянно к ним возвращаюсь. Почему? Потому что, если ты хочешь сверить тот путь, по которому ты идешь, с тем путем, которые уже прошли, то, действительно, тебе необходимо это сверять. Это так же, как музыка. Ты, когда слушаешь, не всегда очень качественную музыку, я, например, прихожу, у меня домашние знают, я обязательно должен послушать что-то дома из великих авторов. И когда ты вот это вот слушаешь, ты начинаешь понимать, что ты не зря, как говорится, тебе не понравилось то, что ты послушал до этого. И для того, чтобы очистить слух. И когда вот ты очищаешь слух гениальными произведениями того же самого Бетховена, Девятую симфонию, как говорится, или же Третью Брамса, или же там, допустим, Чайковского, или все это, естественно, это все. Я почему это не спрос сказал, потому что и это, и книги, и, допустим, и фильмы, и картины, это все, я думаю, почему я вот не не разделяю, допустим, все эти виды искусства, потому что невозможно сказать, что я пианист, и я не люблю, допустим, какой-то другой вид искусства. Скорее наоборот, чем лучше тем пианист, тем больше ты, не потому что должен, а тем больше ты любишь все виды искусства, потому что они настолько взаимосвязаны они настолько друг другу всегда передавали как эти передают эстафеты и всегда идут бок о бок что мне например а я вот говорю даже иногда я ну я просто близко жил к лувру и иногда даже как говорится мне больше я вот сейчас себя дал люк на лунной миссии что мне даже хотелось больше пойти посмотреть чем прийти домой позаниматься и поверьте на следующий день я думаю что некоторые моменты мне было легче сделать поэтому прочтение той или иной книги просмотр того или иного шедевра виде картин фильмов и всего остального все это и я думаю человеком музыкантом из данном случае исполнителем используется именно для того чтобы знаете как этот колодец как туда до дна которого ты никогда не дойдешь самое главное не быть довольным концептами и не быть довольным данном случае собой мне кажется вот так поэтому каждая книга она будет носить вот вы прочитали про гульта или про спивакова я думаю сколько бы вы не читали вы все время будете находить что-то новое что-то новое